Десять утра. Магазин только открылся. Но уже через несколько минут торговый зал «Монетки» наполняется покупателями. Приходят целыми семьями. Ассортимент большой и цены низкие, говорят покупатели. Здесь очень хорошо. И девочки. Единственное, что здесь народу очень много. Тут вот с кассами иногда бывает проблема, что стоишь по очереди. А так очень хорошо и замечательно. К открытию магазина подоспел и инспектор Роспотребнадзора. Дело важное, говорит он. От потребителей поступила жалоба на эту торговую точку. По факту грызунов в данном магазине «Монетки» в 7-м микрорайоне, по данному факту было направлено обращение на согласование с прокуратурой, что они нам согласовали внепланную проверку. Задача эксперта – подтвердить или опровергнуть наличие мышей в этой торговой точке, а также проверить наличие соответствующих документов. У них есть договор на проведение этих диротизационных мероприятий. Последний раз проводили 8 февраля 2014 года. Что подтвердается актом выполненных работ. Акт есть, но грызуны, как выяснилось, никуда не делись. Они, конечно, не бегают по прилавкам, не видно их и среди полок с продуктами. Однако в подсобном помещении инспектор обнаруживает следы присутствия мышей. Ну вот, искривенты и хваляются. Оксана Мишалкина – директор магазина. Не ждет милости от дезинсекторов. Она самостоятельно с современными методами пытается бороться с грызунами, которые атакуют магазин. Я купила отпугиватель специально от мышей, чтобы не отравой травить, а ультразвуком. Помогает? Ну, как бы помогает, да. Потому что не стало такого, как я пришла на магазин. Сейчас как бы более-менее нормально стало. Потребители продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на этот магазин. Антисанитария и путаница с ценниками, когда товар вроде бы как по акции, но в чеке оказывается без нее. Еще одна из жалоб потребителей на магазин «Монетку» – разбитые полы. Инспекторы Роспотребнадзора уже не раз выписывали предписание, чтобы устранить эти недостатки. Последний срок исполнения – август месяц. Если к этому моменту полы не выровняют, дело будет направлено в суд. Нарушения, которые были выявлены сегодня, тоже занесены в протокол. Если подтвердиться, что в «Монетке» все-таки вводятся мыши, возможно возбуждение административного дела. Наказанием предусмотрен штраф или приостановление деятельности магазина сроком до 90 дней. Надежда Кияшко, Алексей Магин, Новости Губкинского.